Всем добрый день. Меня зовут Татьяна Ландо, я работаю в Яндексе и я лингвист. И сегодня мы с вами поговорим про диалоговую систему и чат-боты. Они особенно стали актуальны в последнее время. А поскольку нас тут мало, такая теплая ламповая обстановка, давайте договоримся, что если у вас есть какие-то вопросы, можете меня перебивать, поднимать руку, говорить с места. Материал у меня где-то на час, так что мы все успеем. И вообще как-то будет поживее, наверное, повеселее. Студенты, все такое. Собственно, тема вот. Я не знаю, вы смотрели фильм «Она» кто-нибудь? Окей, хорошо. Ну, я использовала просто оформление из этого фильма. Фильм, мне кажется, очень релевантным как раз всей этой теме, потому что это вроде как конечная цель построения всех диалоговых... Ну, конец плохой, по-моему, нет? Ну, конец там, я не знаю, есть ли те, кто боится спойлеров, нет? Можно обсудить. Конец там такой, что, значит, диалоговые системы стали настолько умные, что им стало скучно с людьми, и они ушли в космос, да, она их бросила. Собственно, цель людей пока что построить такие диалоговые системы, с которыми людям будет нескучно, но что будет потом делать этим диалоговым системам с нами, тут уже сложнее гораздо предсказывать. Ну, в общем, пока что это все выглядит вот так. Ну, мы все, наверное, ходим со смартфонами, там вот эти прекрасные какие-то мобильные ассистенты, и с ними можно поговорить, они более-менее как-то понимают, чего мы от них хотим. Там, окей, Google, поставь мне будильник на завтра на, не знаю сколько, 8 утра. Завтра рабочий день, да? Наверное, 8 утра нормально. Ну, там, Siri, Cortana, все крупные игроки угорают по мобильным ассистентам и диалоговым системам. Это уже началось довольно давно. С ним еще можно заодно поболтать, у Siri можно узнать, как у нее дела, она что-нибудь ответит. Возможно, осмысленная, по-английски более осмысленная, по-русски менее осмысленная, как всегда, с лингвистическими технологиями, но тем не менее. Есть еще такой дружок, он занимался тоже чем-то подобным диалоговым, чем-то похожим на диалоговую систему до тех пор, пока не ушел в биологию. Знаете, да, все про Ватсон, приятно все кивают головой. Ну, вот он там чего-то отвечал на какие-то вопросы, то есть работал интерфейсом к базам знаний большим, то есть есть огромные накопленные базы знаний, Википедия, привет, все же потом большие компании тоже начинают накручивать свое какое-то извлечение знаний и докладывать в эти базы. Ну, у Ватсона под капотом наверняка значительно больше, чем Википедия, они даже об этом рассказывают довольно много, а у Гугла тоже они собирают данные отовсюду, Яндекс тоже теперь собирает большие данные, там тоже сначала из Википедии, потом из всех возможных источников. Ну, все, кому не лень, такой тренд. И, собственно, можно с помощью речевых интерфейсов типа Ватсона обращаться к этим базам знаний и из них получать какие-то ответы, какие-то, может быть, связи между фактами, как повезет. И самое последнее, что взорвалось буквально полгода назад, может быть, даже меньше, это чат-боты и бесконечные боты в мессенджерах. Facebook запустил своих ботов, на России этого пока нету, поэтому вы, наверное, с этим еще не знакомы, но, может быть, слышали. В Slack просто какая-то революция, они пытаются мониторить все переписки людей друг с другом и создавать из этого автоматические алерты про дела, которые человек должен сделать, а дальше обещают построить менеджеров роботов, которые будут мониторить, насколько хорошо и вовремя ты делаешь те дела, которые ты кому-то пообещал, написав сообщение в Slack. Ну, в общем, будущее вот такое может быть у нас. Ну и Telegram, понятно, тоже запустил платформу, все очень ждут, когда эти боты начнут еще и деньги принимать, и тогда, здравствуйте, появится такая вещь, как conversational commerce. Собственно, это разговорные продажи, представьте, что чат-бот говорит с вами, он знает, какое кино вам нравится, и такой, а не хочешь сходить завтра, вышел, там, не знаю, продолжение твоего любимого фильма, оно как раз идет именно в твоем доме, давай, давай, иди, вольте мне билеты, вольте мне билеты за скидкой. Ну, короче, будущее, в общем, довольно этих систем многообещающее, и в том числе и коммерческие применения, и, собственно, сейчас стартапы, вот эти вот, ну, три, которые быстро находятся в новостях интернета, люди вбросили. Сделать платформы для быстрого создания чат-ботов. В этом пока они делают очень примитивно, туда будет вкладываться много алгоритмов искусственного интеллекта, туда будет вкладываться много лингвистики. В общем, если вы не знаете, чем хотите заниматься, то вот эта область будет расти сейчас как на дрожжах просто. Кто выбирает темы для курсовых, дипломов, кандидатских или для следующего стартапа и бизнеса, в общем, смотрите, тут прям огромное поле для деятельности. Собственно, немножечко развлекательных слайдов перед тем, как мы перейдем совсем к техническим деталям, перед тем, как понимать, как разговаривать в машине с человеком, хорошо бы понять, как человек разговаривает с другим человеком. И есть, выделяются четыре основных, ну, вот опять не видно моих красивых картинок, там красивые картинки, я потом выложу куда-нибудь презентацию, сможете на них посмотреть. Четыре основных постулата того, как устроены диалоги. Во-первых, люди обмениваются репликами в определенном порядке. Сейчас у меня была пауза, это потому что я тут докладчик, вы сидите слушаете, вы меня не перебиваете, и поэтому вы все равно не встряли в эту паузу. Обычно люди хорошо очень понимают, когда пауза специальная была, когда пауза, ну, в смысле, специальная, это когда можно вступить в диалог, и когда пауза, там, не знаю, какая-то неестественная, нужно подождать, пока человек протупится и продолжит разговаривать. Собственно, машину научить этому довольно сложно, потому что важна не только длина паузы, но и какие-то социальные элементы, там, в какой роли сейчас выступают собеседники, вообще диалог ли это и что с этим дальше делать. У разговора, понятно, есть какая-то структура, люди обычно сначала здороваются, потом происходит какой-то обмен самыми базовыми репликами, как дела, не знаю, как ты себя чувствуешь, какая сегодня прекрасная погода, после этого, собственно, какое-то обсуждение чего-то, и в конце люди прощаются обратно, редко происходит, когда там люди сначала попрощались, потом поговорили, потом поздоровались, очень странно. Люди также перехватывают друг у друга инициативу достаточно естественным образом. Если речь идет про доклад, вы не перехватываете у меня инициативу сейчас, потому что, ну, я вроде как докладчик, мне положено говорить, а вы должны слушать или тупить в ноутбуке, но, по крайней мере, не очень перебивать. Это не наезд, пожалуйста, продолжайте. Конспектируем каждое слово. Так видеозапись же. Не-не, как бы, если хотите, перебивайте, все нормально. У нас тут милая ламповая обстановка и людей мало, очень хорошо. Тем не менее, в среднем инициативу люди берут по очереди, когда разговаривают. Сначала один что-то спрашивает, второй отвечает, потом наоборот. Ну, как бы, ну, вы себе примерно представляете, как нормальная беседа происходит. Ну, и самое главное, что важно также для диалоговых систем особенно, и чат-ботов — это общий контекст. У вас с вашими друзьями, родителями, собеседниками, даже случайными знакомыми и какими-то случайными собеседниками, не знаю, где, в метро, в автобусе, в очереди, всегда есть общий контекст. С друзьями он огромный. Вы знаете про них, с кем еще они дружат, с кем они встречаются, что-то про их семью, какие фильмы они любят. Про случайного человека вы не знаете практически ничего, но вы все равно имеете базу, с ними общую базу, с этими случайными людьми, например. Вы все учились в школе и знаете, что земля круглая, что машины ездят по одной стороне улицы, а в Англии по другой стороне улицы. Не знаю, ну, таких примеров про общие какие-то знания базовые очень много. Со мной у вас есть теперь общий контекст, что я читаю лекции про чат-бота, еще я лингвист и работаю в Яндексе. Это тоже такой общий контекст, который мы построили буквально 10 минут назад, когда я начинала. Общий контекст постоянно пополняется в течение диалога, в какого-то общения. Но, собственно, если просуммировать, и теперь этот слайд, наконец, видно, настоящая, как бы самая крутая диалоговая система должна иметь вот это. А когда я показала этот слайд своему приятелю, он, значит, долго на него смотрел, сказал, ну, слушай, этот слайд читается как, что должна уметь идеальная девушка. А, собственно, идеальность, ну, как бы девушка не девушка, но идеальный собеседник тоже должен иметь примерно это. и, как мы все, наверное, имеем печальный или не очень печальный опыт, далеко не все люди являются идеальными собеседниками. А что такое пополнять контекст? Ну, это как раз то, что я рассказывала на предыдущем слайде про общий контекст. А что такое пополнять контекст? Ну, хорошо. Какой твой любимый фильм? Ну, не знаю, хорошо. Где ты работаешь? Вчера мы смотрели этот самый ставку на понижение. Не, ну, хорошо. Чем ты сейчас занимаешься? Где ты работаешь? В трех местах. В трех местах? Хорошо. В каких? Ну, я преподаю в лицей, например, школьникам, программированием, студентам, какой-нибудь фигни, вот там, да, на питоне. И еще там, да, положено, личному мужчине у меня есть свой стартап. Замечательно. Мы все с тобой только что пополнили контекст твоим местом работы. Теперь мы все знаем, что ты… А, вы скажите, то, что называется в логике common knowledge. Да, да, да. Все знают, что я все знаю. Ну, как бы это, как бы общие знания, которые есть у собеседников. Они постоянно пополняются. Вот мы сейчас их пополнили таким образом. Да, я помню. Ну, да, там, по-русски просто нет хорошего термина никакого. Ну, common knowledge, да. В никаком случае это просто общий контекст логический. А пополнять, это значит, мы его как бы добавляем. Ну, да, он постоянно… Мы его можем создавать сами, как бы, да? Да, то есть он должен постоянно пополняться. Ну, как бы у людей при общении он постоянно пополняется. Я не знаю, может ли быть такое, что там люди знают про друг друга вообще все, и он там насыщается на 100% и перестает пополняться. Но в большинстве случаев он там по мере общения он пополняется. Там кто-то посмотрел новый фильм, обновил опцию «Мой любимый фильм», там, я не знаю. То есть разговор, правильно, потому что тогда все эти разговоры с девушками про погоду, это фактически создание нового контекста с негативным человеком? Ну, про погоду вряд ли создание нового контекста. Ну, если человек говорит, господи, я так ненавижу московскую погоду и снег, ну, вот у вас новый… пополнился общий контекст. Вы знаете, что этот человек ненавидит снег. Да. Ну, это такой довольно бессмысленный контекст, но он может сообщить, не знаю, дать своего рождения, вот, произошел апдейт контекста. Да. Собственно, диалоговая система, типа, должна уметь это тоже. Все, кажется, просто. А, да, 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 очень. Да. Вольный вопрос, а вот эти требования, они, ну, почему именно их выбрали? Есть какая-то цель конкретная вот этого, и вот это не следует, что вот эти самые важные? Это просто, ну, я забыла, как называется это направление, потому что по-русски их всегда нет термина. А это выделяется исследователями человеческого общения. То есть это как бы психология, социология выделяют вот такие принципы общения между людьми. Ну, просто вот мне, например, если бы я разговорился с какой-то системой диалоговой, мне было бы, ну, важнее, чем вот эти все четыре штуки, чтобы, ну, допустим, я мог что-то полезное из этого разговора, если, допустим, я задаю вопрос, она мне правильный ответ на это. Почему, в случае чего-то такого нет здесь? Казалось бы, это более важно. Это кажется просто, это же, это не диалог, это вопросно-ответная система, то, что вы говорите. Это как раз доступ просто, да, условно говоря, знаний с помощью голосового интерфейса. Это здесь речь, ну, как бы, я как раз и говорю, что вот этим характеризуются разговоры между людьми. В идеале, там, чат-бот, какая-то суперидеальная диалоговая система должна притворяться человеком и вести себя вот так же. Естественно, давание правильных ответов на правильные вопросы, это, как бы, история вообще про базовое качество и немножко не про диалог, а именно про, как бы, ну, вот доступ до информации в таком духе. Ну, так вот, собственно, как бы, перед тем, как мы отвлеклись, я хотела сказать, что люди тоже не всегда хорошие собеседники, и есть вопрос, как же оценивать качество собеседников. И, ну, если с людьми как-то мы оцениваем интуитивно, хотим ли мы поговорить еще раз с этим человеком, то с диалоговыми системами, особенно с чат-ботами, которыми мы, типа, хотим поболтать, и они там должны как-то в меня эмоционально отвечать, таких систем, таких способов оценки как-то не очень много. Одна единственная, которая, вроде как бы, всем, типа, всеми как бы признана, это тест Тьюринга. Все знают, наверное, что такое тест Тьюринга. Очень хорошо. Собственно, Тьюринг это придумал очень-очень-очень давно, и там сказал, что нормальное речевое общение — это, вроде как, признак сильного искусственного интеллекта, и там с помощью blind-теста можно, значит, проверять, насколько хорошо система прикидывается человеком. Значит, что произошло потом? Тьюринг все испортил. Тьюринг все испортил следующим образом. Все пошли делать чат-ботов, которые обманывают тест Тьюринга в той постановке, в которой он был принят, что нужно обмануть за пятиминутную беседу 30, там, сколько-то, 30% судей, и тогда, значит, вот это будет искусственный интеллект, юху, значит, круто. Проблема в том, что это вообще не имеет никакого отношения ни к интеллекту, ни к искусственному, ни к нормальным диалоговым системам, и, в общем-то, отрасль стагнировала очень много лет, начиная вот там, типа, с 60-х годов. Я куда-то делаю еще один слайд, неважно. В 2014 году чат-бот под названием Юджин Густман обманул такие 33% пользователей, в смысле судей. Он, значит, притворялся 13-летним мальчиком с папой-гинекологом и морской свинкой. Он совершал такие ошибочки в английском языке, которые простительны как раз 13-летнему мальчику из Одессы, ну, он, типа, иностранец. Он немножечко грубил, он немножечко хамил, еще он шутил, шуточки отпускал, отпечал немножечко невпопадно, ему уже 13, поэтому, значит, все можно простить. И еще самое крутое, что он делал, он чуть-чуть сохранял контекст разговора. То есть он спрашивал судью, из какого он города, запоминал этот город и через реплику шутил про этот город. Ну, то есть вроде как бы от чат-бота такое поведение не очень ожидаемо, хотя там в той же Элис, например, были подобные вещи. И как-то это было так виртуозно сконструировано, что судьи обманулись в достаточных количествах, чтобы сказать ура-ура, чат-бот прошел тест Юринга. Ну, как бы... А судьи их так? Судьи, это прекрасно. А судьи кто, да? Значит, судьи обычно какие-то простые люди, их отбирают среди непрофессионалов, им там дают конкретные указания, то есть нельзя там пытаться бота подловить совсем на каком-нибудь... А нет, судьям можно делать все, что угодно. Есть еще просто тайные люди, с которыми судьи тоже разговаривают, им дается очень подробная инструкция, как не надо прикидываться ботом, нужно вести как бы нормальный диалог, а судьи как бы пытаются в диалоге понять бот-не бот. Но обычные такие люди меня тоже звали поработать судьей, но я, к сожалению, не смогла приехать один раз. Вот. Это про Тьюринга. Собственно, перейдем к более техническим. Значит, как устроены чат-боты. Классическая акрессивная чат-бота выглядит вот так. Ну, шутка, да. Не совсем так, конечно, если сильно очень упрощать, то примерно вот так. Это найденный в интернете какой-то студенческий проект. Значит, у чат-бота есть входная-выходная последовательность. Все реплики кодио засводятся к входной последовательности и написаны руками, что на это ответить. Но если в более осмысливом виде это переписывать, это будет вот так вот. То есть все чат-боты работают по принципу... Именно чат-боты, не залоговая система. Для большей разницы. Значит, все чат-боты работают примерно по такому принципу. Стимулы реакции. То есть на предыдущем слайде стимулы как раз тут были написаны слева. А реакции справа. То есть реакции, забитые, в принципе, обычно целиком. Или там частичная. Про оптимизацию немножечко потом расскажу еще. И стимулом как-то сводятся чат-боты. Стараются ответить на все всегда. А смысленность этих ответов очень важная. В зависимости от того, насколько сильно поработали люди, которые этот чат-бот создавали. Собственно, ну вот эта схема основная, как работают чат-боты. Берется входная последовательность. Это реплика пользователю. Она каким-то образом очищается. Как-то над ней работают. Там, не знаю, смайлики убирают. Что-то еще с этим делают. В зависимости от алгоритма, который использует создатель чат-боты. Ну, там можно повыкидывать скоп-слова, например. Можно повыкидывать знаки пунктуации. Можно разбить предложение, не знаю, на какую-то подгибку запятую, взять какую-то часть. Можно более сложно предпринять лингвистический алгоритм к этому. Дальше то, что получилось, оно матчится, собственно, в некой записи, условно, ну, в базе этого чат-бота. Находится наиболее... Пара, стимул, реакция. И, собственно, ну, находится она, понятно, по стимулу. И дальше берется эта самая реакция, и она выдается наружу, там, в прямом виде или немножко обработанном. Понятно примерно, как это все встроено? Ну, это все как бы довольно просто. Вот. Если посмотреть на конкретный пример какой-то, я брала примеры из описания Элис. То есть оно выглядит примерно так. Там убрали всякие вводные обороты, убрали смайлики, почистили чуть-чуть там сокращение, нашли шаблон, который соответствует более-менее той последовательности, которую задал пользователь. Дальше в этом шаблоне нашли как бы ответ, который пользователь обычно, который бот дает на такую реплику пользователя. И, собственно, тут ответов может быть два, рандомно выбрали второй. Почему кейс меняется? Это внутренние, ну, вот в скобочках это внутренние структуры, это просто большими буквами написано, чтобы отличалось как-то. Никакого смысла вообще в этом нет. Собственно, вот первый самый чат-бот Элиза, созданный еще в 66-м, если я не ошибаюсь, году, он примерно так себя и вел. То есть с тех пор как бы чат-боты мало куда продвинулись. Значит, Элиза притворялась психотерапевтом, она задавала вопросы и, значит, таким образом разговаривала с пользователем. Ну, представьте себе развитие технологии в 66-м году. Успех, конечно, был довольно серьезный, потому что, ну, вообще, там, компьютер что-то отвечает и задает еще там, ну, постоянно задает вопросы, в принципе, там, особенно не пытался ничего отвечать, и он задает вопросы примерно в тему. То есть люди вполне себе считали, что они разговаривают с другим человеком просто через как бы интерфейс такой. И очень, в общем, были удивлены, когда выясняли, что это компьютер. Ну, сейчас мы более, конечно, искушенные уже во всем, но тем не менее. В общем, строилась она примерно, да, у меня даже написано, что это 66-й год. Строилась она на вот примерно таких шаблонах. То есть там она выделяла некоторые, по словарю некоторые слова, например, связанные с эмоциональным состоянием и там переспрашивала. Я чувствую себя подавленным. Сколько времени вы чувствуете себя подавленным? Как вы думаете? Почему вы чувствуете себя подавленным? А как вы еще, может быть, себя как-то чувствуете? Ну, и в таком духе. Действительно, не знаю, у кого есть опыт работы с психотерапевтами, они примерно так себя и ведут. Ну, то есть как бы вы чувствуете себя подавленным? А почему, как вы думаете, вы чувствуете себя подавленным? Откуда в вас эта подавленность? Собственно, с тех пор вот чат-боты примерно так и устроены. И были вот ровно таким образом устроены довольно долго. Поэтому стали появляться методы всякие оптимизации устройства чат-ботов. Например, был сделан язык IML. Это такое из семейства XML, собственно, специальная форма для создания чат-ботов. Она там Artificial Intelligence, Markup Language. В ней чуть удобнее, чем в обычной там XML-ке. Можно записывать как раз вот эти вот шаблоны. Ну и самый здоровый чат-бот, который написан на IML, это, собственно, Элис. Я думаю, что, может быть, вы про нее слышали или не слышали. Как-то все перестали уже даже кивать. Наверное, я скучно очень рассказываю. Короче, Элис — это такой здоровенный чат-бот. У него открытый код. Можно посмотреть на эти все бесконечные шаблоны. Кажется, их там уже не 50 тысяч, а гораздо больше. Что-то типа под сотню. Там еще кто-то приходит дописывать чего-то. Он реально прям здоровый. Очень-очень-очень много этих IML для него написано. И там постепенно по мере развития появлялись еще всякие интересные фичи у Элис. Например, поддержка краткосрочной памяти, темы диалога, и они стали учиться обобщать шаблоны, потому что в какой-то момент стало просто невозможно добавлять шаблон на каждую реплику или на каждое имя или еще на что-то. Поэтому так или иначе пришлось искать способы оптимизации. Там, не знаю, 50, 60, 70 тысяч шаблонов поддерживать, наверное, невозможно. Я не знаю, как они это делали. Сообщество довольно большое, но это просто, конечно, звучит как фантастика. Ну да, потому что они же все начинают противоречить друг другу в какой-то момент, как всегда бывает с rule-based. Все мужчины делают это, и они противоречивают себя. Ну, в смысле, как любые технологии, основанные на правилах и на ручных шаблонах, они начинают ужасно другу, сами себе противоречить, начиная с какого-то объема. Дальше ты пытаешься научить систему чему-то новому, ломаешь ее в трех предыдущих местах, потому что это почти то же самое, но чуть-чуть по-другому. И как-то еще, чтобы это обобщалось, и при этом, значит, никто не умер. В общем, очень тяжело. Теперь надо вспомнить, что я хотела сказать этим слайдам, потому что я их делала давно, как ни странно. Я может, я пока-то не вспомнила. Да, давай, конечно. Какой-то подход, грубо говоря, к классификации, да? То есть, ну, нужна какая-то архитектура, которая, грубо говоря, высокого уровня, а ее нет, правильно? Чтобы эти там 70 тысяч разделить на какие-то группы, подгруппы, сегменты, чтобы... Нет? Типа, ну, как человек, вот я, конечно, сейчас я в вышке, я вот себе веду там в регалстуке, так сказать, с этим там, а сейчас я, так сказать, в баги, ну, про то, как это должно быть, на мой взгляд, устроено, будет ближе к концу этих слайдов, когда мы до них доберемся, и про то, как большие взрослые люди делают это сейчас. Они делают это уже не совсем так, да. Между делом я вспомнила, о чем был этот слайд. Значит, пользователи дают иногда бессмысленные с точки зрения поиска шаблонов ответы, например, да. Ты его что-нибудь спрашиваешь, он тебе в ответ да. Если ты не помнишь, о чем ты его спросил, это да, тебе все, но поставила систему в тупик. Например, вопрос был, ты любишь читать книги? Пользователь отвечает, да. Значит, дальше, если вы не помните, если вы как система не помните структуру разговора, то с этим да, дело даже непонятно. Можно ли, что, значит, нужно ли бы начинать новую тему, такую отвлеченную, соскочить там. Любите ли вы кино? Да. А тут начинается становиться проблемой, потому что вы можете бесконечно задавать какие-то общие вопросы, но понятно, что пользователь довольно быстро в общем обалдеет от этого и уйдет. Ну, сколько можно там… Любите кататься верхом? Да. Окей. Вы любите есть мороженое? Да. Ну, понятно, сколько можно отвечать там? Да, нет. Поэтому нужно помнить, о чем вы его спросили, чтобы задать следующий вопрос уже внутри этой какой-то предметной области. Например, вы любите читать книги? Да. Какую книгу вы любите больше всего? Ну, там, или что больше всего из этого нравится? Ну, то есть какие-то вопросы, которые ложатся в эту область, чтобы создавать иллюзию осмысленного диалога. Это как раз история про общий контекст, как бы разговора в целом. И еще круто вообще это потом записать куда-нибудь в базу по ID пользователя, да, и этот конкретный общий контекст сохранить навсегда вместе с ним и знать, что он любит не просто читать, а любит читать, не знаю, кого, Маркеса. И можно ему сказать, что, не знаю… Ну, дальше это использовать можно уже как угодно для рекламы, для персонализации, для чего… Ну, мы все понимаем, что чем больше мы собираем персональных данных про пользователя, тем круче потом можно ему, например, продавать или с ним взаимодействовать. Да-да-да, давай-давай. Смотри, это же, там же возникает сразу проблему с тем, что он там честный, как бы, насколько он не передумал. Вчера мне Маркес нравился, сегодня я понял, что это уже, что это было в прошлой неделе, мне стыдно в этом признаться, как бы, это сказать, и то, что ты мне напоминаешь, что я Маркс, и, ну, блин, вот, раз прокололся, и теперь, значит, это на всю жизнь, как бы. Да, раз прокололся и сказал, что люблю Маркеса, и все, теперь, да, система залипла. Ну, это, это хороший вопрос, и это, как бы, хороший челлендж, мне кажется, как раз на ближайшее будущее, потому что... Вообще эту проблему решали. Есть такое слово переобучение, не в том смысле, что обучается слишком, а в том смысле, что система должна забывать, когда она должна быть как бы. Либо у него должен появиться искусственный интеллект. Ну, тут нужно, тут должна, да, быть построена какая-то система, которая верифицирует предпочтение пользователя, обновляет предпочтение пользователя. Когда пользователь долго с ней не общается, между делом спрашивает, слушай, а Маркеса тебе все еще нравится, или ты уже передумал? И там, ну, есть очень много стратегий поведения, работая с этими персональными данными. В конце концов, если вы, например, очень большая система, ну, например, Google, вы еще знаете не только, что пользователь сообщил эксплицитно, но и чем он интересуется, как бы, менее эксплицитно, например, что он ищет. Так что, ну, кроме порнографии, например. Ну, и порнографии тоже, почему бы нет. И, как бы, все, вы знаете его пристрастия, там, не только те, которые, о которых вы поговорили, как система, но и те, которыми он просто интересовался, может быть, он искал кому-то подарок, и там, еще вы знаете его географию. Ну, в общем, пространство для полета фантазии огромное в этом месте. Персональные данные — такая вещь. Нет, я рассказывала про этот слайд только что, что я имела в виду на предыдущем. То есть это отдельно в топик, там у тебя здесь наветка разговора начинается, и не можно ли вы... А, я поняла, да. Тут как раз имелось в виду, что мы запомнили, что это книжки, и потом, когда пользователь ответил, про какую именно, мы записали это в книжки, вот что. А тут как раз про то, что пользователь ответил, что мы разговариваем внутри какого-то конкретной темы, например, про поэзию, и если какая-то ветка себя исчерпала, то мы можем начать новую ветку в рамках этой же темы. То есть там, какое любимое стихотворение, вот такое. Если про него нечего спросить, можно из темы поэзии спросить еще что-нибудь, а какая у тебя там книжка стоит, не знаю, лежит рядом с твоей кроватью, если ты читаешь поэзию на ночь там в таком духе. Ну, это довольно близко связанные вещи. Собственно, самое интересное — это обобщение шаблонов, потому что невозможно все время на каждый чих писать отдельный шаблон, нужно как-то их обобщать. Например, система спрашивает пользователя, как его зовут. Пользователь отвечает вот таким прекрасным, значит, меня зовут Бонд, Джеймс Бонд. Понятно, что самый примитивный шаблон в этом месте — пользователь ответил «меня зовут», а дальше его имя. Или имя и фамилия, например. И дальше система хочет его как-то порадовать, говорит «приятно познакомиться» и возвращает ему то, что он сказал. С этим бывают забавные моменты не только у... Ах, черт, тут видеозапись. Ну, в общем, значит, такие забавные моменты бывают не только с диалоговыми системами, например, просто с почтовыми аккаунтами, когда люди вместо имени и фамилии в регистрационных данных на e-mail пишут самое странное, что могут. Вот, значит, например, не знаю, был пользователь, который написал, что его зовут Говорящая Задница. И при определении, кто имя, а кто фамилия, Говорящая стала фамилией, а Задница — именем, поэтому почтовая система ему писала «Привет, Задница». Каждый раз, когда он открывал аккаунт, в какой-то момент ему стало неловко, он написал в службу поддержки, что, «Ребят, а можно как-то этого не делать, пожалуйста?» Ну, слушай, ну, правда, из слов Говорящая Задница, Задница больше похожа на имя, ну, что поделаешь. Собственно, если диалоговая система спрашивает, как тебя зовут, и меня зовут, дальше какая-то последовательность, ну, вот можно вернуть эту последовательность, можно попробовать с этой последовательностью что-нибудь сделать. Например, сказать, «Окей, будем брать только первое слово, потому что первое слово обычно — это имя, особенно там, не знаю, в англоязычной традиции, а в… ну, как бы остальные слова, типа там middle name какой-нибудь, фамилия, ну, что-нибудь. Давайте как бы обобщим эту тему до первого слова, и будем возвращать пользователю только первое слово». Ну, станет уже чуть лучше. Ненамного, конечно. А еще можно входную последовательность как-нибудь поанализировать. Например, взять слова «рекомеон» в самом простом виде, или там напустить уже какие-то более сложные лингвистические алгоритмы, которые извлекают именованные сущности из последовательности, и сказать «Окей, из той последовательности, про которую мы ничего не понимаем, то есть мы задали шаблон «меня зовут», и дальше какие-то идут слова, возьмем то слово, которое больше всего похоже на имя, и вернем его. Ну, с говорящей задницей это бы, конечно, все равно не помогло, но в более нормальных примерах уже… Господи боже, это же будет выложено на сайте университета, какой позор. В нормальных случаях уже более осмысленные получаются ответы. Собственно, поэтому в какой-то момент создатели и Элис, и других чат-ботов стали как-то догадываться о том, что нужно что-то делать с этими входными репликами пользователей, как-то с ними работать, чтобы сокращать вариативность и как-то улучшать поведение системы. Собственно, дальше полет фантазии не ограничивается примерно ничем. Кто-то просто пишет регулярочки, собирает словарики, словари имен, географических названий, все что угодно. Кто-то пишет сложные контекстно-свободные грамматики на разных прекрасных инструментах, которые есть. Кто-то использует какие-то готовые системы извлечения именовленных сущностей, кто-то прям синтаксис строит, и там поверх него строит какие-то правила, что-то обучается. В общем, используется примерно все, до чего можно дотянуться в разных системах, в том числе, а с англоязычными ресурсами все гораздо лучше, чем с русскоязычными, поэтому у них там, в общем, очень все хорошо. Давайте-ка возьмем эти 10 парсеров синтаксических, эти 15 штук, которые извлекают именовленные сущности, все это как-нибудь скрестим, морфология уже понятна все, и там еще грамматичек напишем на чем-нибудь, получится супер вообще анализ с входной последовательностью, и нам там этих анализированных данных уже гораздо проще мочить вот эти вот пары, чтобы стимул-реакция, и отвечать как-то гораздо более осмысленно пользователю. Я сейчас вижу несколько удивленных взглядов, все понятно, или вот про это нужно поподробнее немножечко? Не нужно, прекрасно. Ну, собственно, да, еще обобщать можно не только входную последовательность, но и там, ну, про выходную уже показала, да, это, ну, вот как бы как, вот этот пример, как можно обобщать. То есть можно, там, это реальный пример из Элис, по запросам типа, кто такой Альберт Эйнштейн, система отвечала, Альберт — это имя. Здорово. Очень информативный ответ. И таких шаблонов, более того, таких шаблонов про каждое имя, их было там, ну, типа, несколько сотен. Там, кто такой Альберт, кто такой Билл, кто такой, не знаю, какие там еще, Джон, Джек, whatever. Просто бесконечный список имен и такие копипастнутые шаблоны, в которых менялось только имя. Это, в общем, ну, так становится понятнее, как они набрали 50 тысяч шаблонов, конечно. Но, тем не менее, это довольно контрпродуктивно. Мод можно извлечь, например, по словарю или еще каким-нибудь способом, что Альберт — это имя, или там целиком Альберт Эйнштейн — это имя какой-то персоны. Если у вас не подключена никакая база знаний, то вы просто можете отделаться общим ответом, что не знаю никого, кого так зовут. Или там, это просто, это имя человека или еще что-то. как бы, как чат-боты обычно делают, они отвечают какими-то очень общими фразами, ну, как бы, чтобы не придраться. Такие глуповаты немножечко. Ну, собственно, вот обобщение так выглядело. Вместо нескольких сотен шаблон становится один, просто в нем используется чуть больше мозгов. Если мы хотим подключить еще больше мозгов, а именно начать отвечать на запрос, кто такой Альберт Эйнштейн, чем-то более осмысленным, о чем как раз вы спрашивали в самом начале, то от чат-ботов нам нужно переходить уже к более серьезным ребятам. И как-то принято вот на этом этапе их делить на чат-боты диалоговой системы. Чат-боты такие вот игрушки в себе, как то, что я сейчас рассказывала. Диалоговая система — это уже более какие-то взрослые приложения, которые пытаются решать плюс-минус конкретные задачи. И у них появляется сразу много компонентов. У них как бы появляется, собственно, управление диалогом. Средний компонент самый важный и самый как бы умный, который принимает на вход каким-то образом обработанную реплику пользователя и решает, что с ней делать. Он может решить, что нужно произвести какое-то действие, потому что диалоговые системы во многом ориентированы именно там на speech-to-action поведение или там на text-to-action. И могут решить, что нужно ответить или спросить что-то, и тогда там возникает такая или иная генерация ответа на естественном языке. То есть не просто заданным каким-то набором преднаписанных предложений отвечать, а пытаться как-то осмысленно вернуть. То есть, кто такой Альберт Эйнштейн, ответить Альберт Эйнштейн это и там, не знаю, цитаты из Википедии или как-то сконструированное описание из той базы знаний, в которой этот несчастный Эйнштейн хранится. Альберт Эйнштейн хранится. Вот. Собственно, схема выглядит примерно вот так вот. Мы что-то делаем с входной последовательностью, причем мы ее стараемся как можно более интересно проанализировать, чтобы получить как можно больше информации. а потом мы там создаем или не создаем какое-то представление уже разобранной входной последовательности. Дальше происходит какая-то магия и мозги. Они умеют смотреть на базы там базы знаний и внутренние какие-то шаблоны, фреймы, графы. Это я чуть позже объясню, что такое, которые отвечают собственно за поведение системы. и дальше каким-то образом система должна либо ответить, либо что-то сделать. Но как бы если что-то сделать, то до генерации уже не доходит естественно текста. Если ответить, то она должна еще сгенерировать ответ на желательное грамотном и человекопонятном языке и удовлетворить как-то пользователей там его информационную потребность или какую-то другую обычную информационную. Диалоговая система еще отличается от чат-ботов тем, что они пишутся обычно под конкретную задачу, а чат-боты пишутся под обман теста Тьюринга и просто под развлечения. Поэтому они развивались долгое время независимо и очень по-разному. То есть диалоговые системы и те, и другие писались до недавнего времени в основном руками. Там все равно очень много ручного труда и каких-то какой-то аналитической работы, но тем не менее диалоговые системы писались под конкретные какие-то ситуации, а чат-боты под валять дурака. Собственно возвращаемся к пониманию входной последовательности. Ну это примеры того, что можно спросить у наших смартфонов, например. Они пытаются очень очень пытаются понимать, что мы хотим и в некоторых случаях что-то отвечать, в некоторых случаях прямо что-то делать. Ну то есть как бы поставить будильник это действие, там не нужен никакой ответ. И там построить маршрут тоже. Соответственно не сказать поставить и показать все. Ну показать это не сгенерировать ответ, это действие как раз. Это же зависит уже от пользовательских интерфейсов, как именно будет обрабатываться этот кейс. На мой взгляд там поставить будильник нужно показать просто окно с поставленным будильником и там не знаю будильник сработает через там в зависимости от того во сколько происходит этот диалог через 5 часов. вопрос показывает язык это же тоже ответ. Ну да, но это не генерация текста, правда? То есть это экшен. Совсем никакой нет. Я говорю, что диалоговые системы они либо тексту экшен, либо тексту текст. То есть у тебя либо какое-то действие происходит в конце, либо у тебя какой-то текст как ответ. Ну да, но она диалоговая система, может и то и другое, нормально, да. Диалоговые системы тоже отвечают текстом на текст, это нормально. Они просто более как-то таргетированным текстом и не по всему спектру входных данных. Ну то есть от Ok Google не ожидает, что он будет разговаривать про как дела и про поэзию там на тумбочке прикроватной. Не про это. Ты воспринимаешь как мобильный ассистент какой-то, он тебе поставит будильник, покажет ответ из поиска. Это какие-то экшены. Он ответит, какая сегодня погода. Не знаю, минус три. Это какой-то текст, который он сгенерит. По запросу сколько лет Анджелине Джоли он ответит, не знаю, сколько лет, сколько лет, он ответит каким-то числом, скажет, Анджелине Джоли столько-то лет. По последнему выдаст карточку фильма, например, или скажет, это фильм достучаться до небес, или еще что-нибудь. там запросы короткие более однозначные, а вот это непонятно как преобразовать правильный запрос в правильный образец. Это хулиганский на самом деле пример, конечно, потому что фильм, в котором два мужика едут к морю, прекрасно обрабатывается просто поиском яндексовским и гугловым. Они это умеют. идея того, что он не преобразует эту базу, он просто ищет в блоге фразу «Замужика едут к морю», фильм. Он, ну, как это, могу раскрыть, это уже не тайна, но по таким запросам у гугла, у Яндекса в Бенгале есть knowledge graph на собственно там баз знаний. Она берется из Википедии и провязывается там по фильмам, например, с АМДБ с кинопоиском. На АМДБ на кинопоиске есть куча отзывов, в отзывах пишут люди, люди пишут в том числе, что в этом фильме два мужика едут к морю. Да, и оно, да, и дальше как бы можно же искать специальными запросами в базу данных, а можно просто искать полнотекстовым поиском по данным, связанным как бы с базами данных. Вот вы знаете, что у вас есть массив текстов, просто текстов, который привязан к конкретному объекту, например, достучаться до небес. Вы по этим, ну как бы, эти тексты нашлись по вот такой фразе в фильм, в котором два мужика едут к морю, и вы видите, что у вас этот объект, он как бы самый релевантный из всех. Ну и плюс вы знаете, что фильм это категория объектов, поэтому все остальное вы там, условно говоря, выкидываете. Получается правильный ответ. Для такого поиска нужен доступ к интернету. Для такого поиска нужен доступ к интернету. Для записать всю песню ложек. Нет. кто мешает выкачать всю википедию на локал. Тут недавно на Кагле были соревнования по ответу на вопрос, там было запрещено пользоваться интернетом. Правильно. Но они же были на персоналках, или там, на сайтах? может. Ну, то есть, как бы, вот сюда весь интернет не поместится, если вопрос об этом. Что? кто-то парень ищет четвертый запрос в Яндекс. Тренинг будет глупеть сам фигурный находит в этом запросе. Ну, они, по-моему, должны быть там и там вроде бы, но неважно. А, ну, собственно, да. Ну, так и так. просто отправить этот запрос в Яндекс, ну, грубо говоря, поиск поисковой строку интерфейса, но даже, неважно, что там, knowledge graph, не knowledge graph, вернуть первый результат. Мне казалось, что это так устроено, что это просто голосовой интерфейс поиска. А я вот честно, что Google искал? Голосовой интерфейс поиска, что, Google? Нет, да, что Google, и, честно, мне эти вещи не будет, потому что, что тут. окей, либо понимаешь, что надо сделать какое действие, либо что надо искать в поисковой строке. Ну, он хитрее, он понимает, что надо искать там, правильный, или это уже секрет фирмы? Ну, секрета фирмы Google я вообще не знаю, по крайней мере, пока. Пишите так, вот, типа того. Ну, да, частично эти системы, особенно у которых есть поиск под капотом, они, когда не знают, что сделать, на всякий случай выдают первый поисковый результат, и в большинстве случаев это хорошо работает. Конечно, когда запрос вопросный, как бы иногда можно поднапрячься и ответить поинтереснее, например, как сколько лет Анжелини Джоли, или кто муж Анжелины Джоли. Первый результат в поиске может быть не совсем такой, или в сниппете не содержать ответа, и как бы можно немножечко замусорить пользователю опыт, а так можно еще этот вопрос распарсить и там из правильного поля достать правильную информацию и показать, что вот, смотри, вот он ответ. Это странно, потому что мне кажется, что куклы, например, как они двигаются в сторону вопроса ответного поиска, то есть, и поиск должен дать на запрос сколько лет Анжелини Джоли правильный ответ, поэтому... Ну, он дает, на самом деле, с помощью knowledge graph, скорее всего. Да, граф не важно. Да. Давайте как-то... Ну, собственно, это стандартный пайплайн того, как устроено понимание естественного языка, я так думаю, что вы тут все это более-менее знаете, это неинтересный слайд. Нужно что-то про это пояснить? Нет? А презентация будет выложена и... Ну, она будет выложена в открытую, в конце будет мой имейл, можно будет мне написать, и я просто скажу, где ее скачать, например, чтобы сейчас... Какие вот семантические анализы? Ой-ой-ой, это вопрос, мы не успеем ответить в ближайшие 25 минут, которые остались от этой лекции внезапно. Это в кулуары, в кулуарах. Ну, короче, он делается как раз с помощью баз знаний в основном, из всяких хитрых словарей. Собственно, управление диалогом это как раз тот самый важный модуль, который отличает чат-боты от диалоговых систем, точнее, наоборот, диалоговые системы от чат-ботов. он должен как раз решить, что сделать в ответ на какую-то реплику пользователя, ответить действием, ответить текстом, если текстом, то каким, если там нужно генерировать каким шаблоном или не шаблоном. Есть три основных тактики, которые, в принципе, поддерживают, как бы, имеют одну и ту же стратегию, это граф состояния системы, фрейма и план. Если кому-то это суперинтересно и кто-то собирается описать диалоговую систему прямо сейчас, лучше про это почитать, чем они все отличаются, потому что так, на пальцах довольно сложно рассказать, но, по сути, вы предзаписываете вручную в любом случае, как бы, что хочет сделать пользователь с помощью вашей диалоговой системы, что может сделать пользователь с помощью вашей диалоговой системы, и пытаетесь его провести, как бы, путем таким, чтобы он свою цель выполнил. То есть, они все ориентированы на цель, так или иначе, ну, просто так бы, статистически они немножко по-разному представлены, и, соответственно, как бы, чтобы выполнить эту цель, там, от пользователя требуются какие-то действия, какая-то информация, и система старается, там, условно говоря, заполнить слоты. то есть, вот, там, самый простой, да? Граф конечных состояния, конечная формата? Ну, более-менее, да. Там, я так понимаю, что оно тоже бывает по-разному, я вот именно с графами не работала, поэтому у меня такие довольно общие представления, я хорошо, больше понимаю про фреймы, как это устроено. Но граф, это как бы, ну, там, да, там, переходы состояний, в принципе, наверное, он должен укладываться в конечный автомат, по идее. Ну, то есть, как бы, есть состояние системы, например, система ничего не знает про пользователя, она задает вопрос, переходит там, он отвечает что-то, она переходит в другое состояние, ну, и так далее. А в чем фреймы у вас реализованы? Ну, какой-то ноты не перестроены? Ну, да, какого-то стандартного нету, просто они там как-то написаны, джейсончики. Ой, вертка поехала. Ну, короче, вот пример фрейма идеологически, он устроен вот так вот, ну, есть, например, фрейм, называется, покупка авиабилета, например, у нас есть чат-бот, который, не знаю, к авиасейлс или к чему угодно, который продает билеты. Ну, и вы хотите, например, вы хотите куда-то полететь, вам лень открывать сайт, там, этот выбор, и тут такой бот в телеграме, ну, это я сейчас придумываю на ходу прям, такой, и вы ему там пишите, хочу завтра в Париж. А он, например, такой, завтра Париж, прекрасно, заполним-ка вот эти два слота, значит, как бы, куда летим и дата, когда летим. Ну, и там понятно, что дату он преобразует не завтра, а там, какое завтра число 22, да, вот тут будет стоять 22 марта. Дальше он такой, у меня есть еще три позиции, они не заполнены, чтобы сделать поиск в базе авиабилетов, мне нужно пять заполненных позиций, значит, нужно как-то, это такой диалог менеджер, он там за ботом сидит внутри, где-то такие электронные мозги, и он так рассуждает, что у меня три незаполненные позиции, я знаю только Париж и завтра, я не знаю, где находится пользователь, потому что он мне не сообщил свою координату, и вот еще, значит, тут надо понять, какой авиакомпании он хочет лететь, и во сколько. давайте, ну и когда этот фрейм создается, под каждый слот пишутся, например, вопросы, с помощью которых можно у пользователя узнать эту информацию, и, соответственно, бот такой смотрит и говорит, во сколько вы хотите, во сколько и какой авиакомпании вы хотите полететь, или просто, во сколько вылет вас устроит в таком духе, соответственно, он задает вопросы вот к этим слотам во фрейме, и по ответам их заполняет, и он помнит еще, что именно он спросил, и есть, например, какая-нибудь верификация, что на запрос во сколько, в ответ пришло время, а не Air France, например, которое некуда засунуть, или там не какая-нибудь, да вообще отстанет меня глупый бот, ничего не, я уже передумал. Соответственно, вот как бы фреймы устроены примерно вот так вот, есть набор каких-то слотов, они заполняются, там есть способы попросить пользователя эти слоты дозаполнить, чтобы получить эту информацию, и, соответственно, они, как только он заполняется полностью, система что-то делает, например, она задает запрос в базу авиабилетов, и предлагает варианты, говорит, окей, на завтра есть два самолета Air France, один там в 9.50, другой, не знаю, в 10.30, выбирай, дорогой пользователь. В некоторых случаях система должна что-то ответить, например, про погоду, если пользователь спрашивает, он не хочет какое-то действие, он хочет что-то узнать, то приходится ответ генерировать. Обычно это все делается руками с помощью заполнения шаблонов. Бывает очень хитрая сложная генерация текста, я про это вообще ничего не знаю, и то, что тут написано, это я долго пыталась разобраться в статьях, если вы мне напишите, я вам скажу, в каких именно. Так что, просто, как бы, это тут в основном для того, чтобы вы представляли, что эта область, область тоже, как-то развивается, она не в очень хорошем состоянии. Вообще, из всех этих компонент хорошо развито только понимание текста, потому что поисковые системы долго и упорно это развивали на протяжении, там, последних 15 лет. Ответами никто долгое время не занимался. Шаблоны, по которым генерятся ответы, простые, выглядят, ну, как-то так. То есть, чтобы сгенерировать ответ вот такой вот, нужны какие-то вот примерно такие шаблоны, что нам нужно взять название города, город, например, пришел из реплики пользователя или еще откуда-то, нужно взять откуда-то там градусы, сгенерить дату, это все там, даты и градусы генерятся вот так вот, соответственно, там, есть некоторое правило, которое подбирает правильное окончание к слову градус в зависимости от числа, потому что мы все знаем, какой прекрасный русский язык и какая сложная у него грамматика, и эта грамматика там где-то зашитая, вот, создаются такие шаблоны, по ним генерируется текст. Ну, это довольно интуитивно понятно. Собственно, из свежего ребята в Америке, как обычно, попробовали тренировать нейронную сеточку на Википедии, и с ее помощью нагенерировали немножечко текстов, это то, что у них получилось. Ну, в общем, из хорошего нейронная сеть поймала практически полностью грамматику английского языка, при этом обучена она была побуквенно. Ну, вот, со смыслом, тут, конечно, провал полный, понять это невозможно. Я знаю про этот сайт, но я не знаю на основе чего он это делает. Ну, ввести вашу фамилию, может быть, ключевые слова, может быть, поражают эти правила статьи, которые даже минимальные конференции были слышали. Да, это... Да, да, это... Про эту историю я знаю, но я не знаю, что у них под капотом, к сожалению. А вот был брать Яндекс.Рефераты. Яндекс.Рефераты, он там... Ну, нет, он там был простенько сделан довольно, как-то он там, по-моему, надергивал просто предложения из разных мест как-то. Я думаю, что там не... Я, честно говоря, не знаю, что было под капотом Яндекс.Рефератов, но учитывая, что там никто его разработкой долго не занимался, там было что-то совсем простенькое. Но это же такой шуточный проект. Ну, собственно, да. Как бы... Это еще один слайд, про который я ничего не знаю, но это ключевые слова, про которые... про которые... которые можно там погуглить, условно говоря, и погрузиться больше в тему. А вот обучение с подкреплением это как раз тот самый случай, когда мы будем забывать, когда что-то пользователь передумает. Мы будем штрафовать, когда он будет говорить, нет, я больше так не считаю, и подкреплять, когда он да-да-да. Но это же зависит от того, как ты устроишь это самое обучение с подкреплением. Как раз это оно и для этого предназначено. Ну, в принципе, да. Отлично. Собственно, как это, то, что я обещала где-то примерно полчаса назад, как большие взрослые люди делают это. Значит, тут недавно какие-то, ну, это можно не вчитываться, это просто типа чатик из ВКонтакта, когда я готовилась к предыдущей лекции. Значит, тут недавно какие-то умные люди, извините, в Гугле, решили, что а что вообще нейронные сети же круто жгут, давайте мы их пообучаем не просто на чем-то, а на реальных диалогах. Ну, если мы хотим получить болтовню, давайте обучать их на болтовне. И внезапно оказалось, что это довольно крутая история, потому что они обучили действительно нейронную сеть, они использовали sequence-to-sequence learning, по-моему, сейчас еще будет отдельный про этот слайд, и они там, как бы, в качестве последовательности брали реплику и ответную реплику на большом массиве данных, но они как бы, они приличные люди, поэтому они говорят, ладно, мы типа приличные люди, мы взяли субтитры, и мы взяли логи службы поддержки, про которые мы пользователи предупреждали, что мы типа записываем, и оказалось, ну, у меня уже времени мало, так что обучение с подкреплением я пропущу, вот, собственно, про эту историю. Ну, тут вот есть даже отсылки к статьям, короче, что они сделали, они взяли сначала логи службы поддержки, где пользователи выясняли, почему у них что-то не работает с VPN-ом, понятно, что у людей примерно одно и то же все время не работает, и люди в чате, ну, как бы, там была служба поддержки сделанная с помощью чата, и там оператор в чате все время отвечает всем одно и то же, значит, вот эти, там скопился большой массив этих логов, они взяли нейронную сеть, обучили ее, собственно, на вот этих вот диалогах, там стимул, ну, как бы, как стимул реакции, используя вопросы пользователей и ответы операторов. И оказалось, что нейронная сеть прекрасно отвечает так же, как операторы, то есть примерно, как бы, на те же вопросы она дает те же ответы, и, в общем, люди остались очень довольны и разницу сильно не заметили. Вторую штуку они обучили на субтитрах, она оказалась потупее немножечко, потому что, ну, субтитры вообще такой неестественный диалог, и, в общем, он довольно специфический по темам тоже, поэтому, что с ней делать не очень понятно, но такую общую болтовню про смысл жизни тоже довольно хорошо смогла. Потому что субтитры очень большой объем, гораздо больше, чем логов поддержки. Ну, конечно, всем очень хочется обучать нейронные сети на реальных, реальных диалогах людей с людьми, чтобы симулировать собственно человеческое поведение. Ну, да, это я уже все собственно говорила, можно еще добавить мысль, что для простых применений не нужно делать сложные технологии, если вы отвечаете о погоде, достаточно использовать шаблоны, не нужно обучать нейронную сеть, чтобы отвечать о погоде или продавать авиабилеты. Дорого и не нужно. Я, наверное, ну, ладно, три минуты успею про это поговорить. Есть, значит, основная проблема с чат-ботами в том, что кроме теста Тьюринга оценивать их нечем, и диалоговая система оценивать тоже нечем. Нет никаких сейчас общепризнанных методов оценки качества диалоговых систем, каких-то метрик, по которым можно сравнивать диалоговую систему, метрик, по которым можно сравнивать чат-боты. Непонятно, как мерить, если нет метрик, непонятно, как мерить прогресс развития своей диалоговой системы или чат-бота. То есть все пока придумывают, как измерять поведение своей системы, кто во что гораст. Кто что хочет измерять, тот то и измеряет. Собственно, вот это из статьи про обучение на субтитрах. Вот справа чат-бота, написанный на вот этих вот правилах, которые я рассказала вначале, слева нейронная сеть. Ну вот они примерно отвечают на одни и те же вопросы. Непонятно, как оценить, кто из них ведет себя глупее. Ну вот они оба лажают в разных местах, как бы, ну и что? И вот как это в числа привести сейчас никому не понятно. Может, нужно взять какую-то конкретную цель, какое-то применение, и чтобы люди оценивали с точки зрения этой цели, которая им больше понравилась, которая будет больше действовать. Да, это, собственно, вон, части пользователя. Ну, эта задача точно соответствует тому, как преподавателю на экзамене принимать студентов. Два человека оба несут какую-то чушь, ну, надо одну поставить четыре, к другому три. Это значит, летает уже сотни лет, как бы, нужно обучить нейронную сеть на преподавателях. Мне кажется, это отличная тема для кандидатской, обучить нейронную сеть на преподавателях, значит, чтобы она понимала, кто из студентов несет больше бред, соответственно, кто из чат-ботов несет больше бред. Кто из ботов больше похож на студента, а кто на нормального человека, да. Ну, собственно, да, как бы про цели, то, что вы говорите, это условное счастье пользователя, то есть, как бы, что пользователь достиг своей цели, он ее достиг, там, не знаю, максимально быстро за минимальное количество взаимодействия с системой. Есть еще просто какие-то общепользовательские метрики, которые применяются к любым айтишным продуктам. Это, там, не знаю, возвращаемость, вероятность повторного использования. Люди, когда в чатиках переписываются с системой, они еще иногда бывают вежливые, говорят спасибо, там, ты классный, ну, какой-то эксплицитный, этого мало, но какой-то эксплицитный, там, могут бранно ответить, вот, как бы, на какой-то лажу в системе тоже, можно это как-то использовать, ну, там, известно, что по нецензурным словам, ну, как это, есть такая шутка, что по нецензурным словам нужно отменять последнее действие, если речь идет про голосовые интерфейсы. Например, не знаю, в навигаторе. Ну, значит, зря маршрут перестроил, если пользователь так недоволен. Давайте отменим. Ну, как бы, это шутка, но, тем не менее, как бы, вполне можно использовать такой, как бы, и есть, собственно, характеристики системы, там, это, но тут всегда вопросы, что такое успешные диалоги, правда ли, что чем быстрее заканчивается диалог, тем лучше, может быть, нет, как мерить, что, как понимать, какая цель была у человека, когда он пришел, вот он, как бы, если он купил в итоге авиабилет, да, у него была цель купить авиабилет, а если он не купил авиабилет, он, может, хотел просто цену узнать, а может, он вообще решил с ботом поболтать и понять, что это за хрень такая. Ну, в общем... Спросите у людей, что им нужно, и для этого сделаете продукт, и дальше оцениваете его. Ну, это, да, стандартные, типа, юзабилити продуктовые метрики, но, как бы, они плохо помогают улучшать именно конкретные фичи системы. Очень сложно декомпозировать, в каком месте плохо, когда у вас общепродуктовая оценка. Ну, а чат-боты, с ними вообще проблема в том, что они всегда отвечают, и не очень понятно, как бы, и чего. Ну, собственно, да, вот есть юзабилитские метрики, всякие они такие общие не только для чат-ботов, но вообще для всех систем, что легко выполнить задание, насколько интуитивно и сложно пользоваться системой, насколько система ведет себя так, как от нее ожидаешь. Вот, ну, есть еще, как бы, новая история про то, что, как бы, давайте... Ну, это из последних идей, как оценивать чат-боты и диалоговые системы. Давайте вместо робота посадим человека, проинструктируем его вести себя так, как мы ожидаем от робота, и будем использовать эти взаимодействия человек-человек в качестве эталона для оценки взаимодействия человек-робот. Ну, как бы, Wizard of Oz называется подход. Понятно примерно, да, как это устроено? То есть, вот, например, у нас есть система, которая придает авиабилеты. Мы от нее ожидаем, ну, как бы, она может взаимодействовать с пользователем вот этим набором реплик, там, не знаю, их, например, 20. Посадим человека и скажем ему, ты можешь выбирать только из этих 20 реплик, но мы знаем, что этот человек всегда выберет правильную реплику или скажет, там, как бы, что ему нечего ответить на запрос пользователя. И потом это будем использовать в качестве эталона для обучения системы. Проблема в том, что для того, чтобы сравнивать, нам нужно, чтобы потом пришел пользователь с ровно такими же запросами, это практически никогда не происходит, поэтому, как бы, да. Есть такие дата-сеты? М? Дата-сеты? Есть такие дата-сеты, которые рассказывают мне дальше. Для какого? Это когда есть книги. То есть, есть когда входящее огромное количество разных запросов, но есть стандартные 20, 30, 100 ответов, которые постоянно повторяются, и люди это собрали, например, где-то это лежит. Я про такие не знаю. Для русского языка их, ожидаемо, 100% не существует. Для английского, наверное, можно что-то найти. Но вот это все статьи очень свежие, и про оценку качества, там, про нейронные сети. Можно попробовать это поискать. Я, честно говоря, не искала. Поэтому, может быть, есть, но я бы, честно говоря, не ожидала. Потому что очень все-таки, ну, как бы, очень разные системы, и там они довольно сильно коммерциализированы все, и у них нет просто мотивации. А те, кто занимаются с научной точки зрения, у них нет возможности, как обычно. Ну, это же очень похоже на задачу оценки машинного перевода. Да, да, и история про обучение нейронных сетей sequence-to-sequence, она начиналась им тоже с переводок. Как там их можно использовать? Блён. Когда мы не знаем, какой ответ правильный, давайте поставим эксперты и оценим вот это. Ну, вот это примерно в эту сторону движения, да. Ну, как бы вот перенос логики машинного перевода в чат-боты, вот он прямо весь вот сейчас, прямо сейчас происходит. То есть вот и нейронные сети, они как бы перетекли оттуда, потому что там еще в 13-14 году их стали применять для машинного перевода и получили там поблел лучший скор, например. И потом они стали обучать на диалогах, получили тоже что-то вменяемое. Одна и та же команда гугловая делала. И параметрики тоже сейчас пытаются те же подходы применять. Это абсолютно справедливое замечание. Они просто ничего не умеют. Что делать? Что могут? Вот, собственно, из того, что сейчас делается, это сделал Microsoft, он работает по-китайски в Китае, это перевод скрипта. Они обучили нейронную сеть на реальных диалогах китайских пользователей. Я уж не знаю, как они там с privacy обошлись, видимо, в Китае с этим проще, там никто особо в суд подавать не будет за воровство персональных данных. И говорят, ну, как бы, пишут, что жжет прям невероятно. Пользователи в восторге, в Азии, бум, все пользуются Xiawise. Ну, собственно, вот это вот пример логов машинообученных службы поддержки, про которую я уже говорила. Вот он вполне себе правильные вопросы задает. И даже еще как реальный человек неправильно там буквки, большие буквы игнорирует. Такой, да, я сейчас как-нибудь отвечу, вроде нормально. Ну, и последнее там, буквально, я прям уложилась. Тренды вот такие, то есть все ждут, что будут человекоподобные роботы. Это вот сложным последним словом я пыталась эту мысль донести. И они будут разговаривать как люди. Тут какой-то был вирусный ролик на YouTube буквально вчера попадался про робота, который же выглядит и ведет себя как женщина. Прямо настоящее, очень страшно. Я найду, потом вставлю в презентацию, не успела. И, ну, в общем, понятно, будут запоминать персональные данные, торговать тоже будут. Обучаться, шутить, хамить, все как положено. Но прямо сейчас всякие роботы используются для адаптации, например, больных детей. И для, там, как компаньоны для пожилых людей в Азии, для адаптации ребят с аутизмом, например, вот эти роботы НАО оказались очень полезны. Ну и, понятно, голосовые интерфейсы ко всему. Тоже встаете утром, хочу кофе. И кофеварка такая, тебе латте или капучино? Все. Вопросы? А вы лично сами чем занимаетесь?